Реставраторы музея-заповедника готовятся к юбилеям. Их два. 70-летие победы и 150 лет со дня открытия самого музея. В реставрационных мастерских к экспонированию готовится редчайшая реликвия. Чем удивят ярославцев-музейщики, узнала наш корреспондент. Бархатная лицевая и шелковая оборотная. Это знамя, трудящееся Ярославля, вышли собственными руками и в горячие дни лета 1942 года в Сухиничах вручили лучшему стрелковому подразделению 328-й дивизии. Что такое лето 1942 года? Это довольно тяжелый период войны, когда до перелома еще был почти год до Сталинградской битвы, когда до Курской дуги было далеко. И, видимо, вот такая моральная поддержка была очень важна для людей. Светлана Ларионова восстанавливает реликвию два года. Говорит, что следы пороха так и не выветрились с тех времен. Работа была очень сложной, поскольку состояние знамени было весьма плачевным. Трепетно и бережно ткань закрепили на новую основу. Затем знамя смонтируется, то есть обе половинки соединятся. Также это все будет окантовано бахромой изначально, которая присутствовала, и кистями. Пойдет на экспозицию. 25 января, в день рождения музея, реставраторы покажут посетителям процесс восстановления. А к 70-летию победы знамя отправится на экспозицию. В истории реликвии много белых пятен. Известно, что вернул его в город полковник Степанов в 1962 году. До этого оно хранилось в Вильнюсе.